СОЛДЖЕР ОФОРЧУН Арсенал поначалу достаточно скромен, но пополняется по мере прохождения игры. И вот уже за вашей спиной взрываются машины, повсюду террористы с М-16, ракетницами и снайперскими винтовками, а из-за угла, радостно удлюкая, к вам бежит противник, явно желая познакомить приклад своего автомата с зубами вашего героя. Что остается делать? Разве что выйти на середину дороги и успокоить всех врагов одной очередью. Или затаиться и, выглядывая из-за угла, убивать террористов по одному. Бедняги уже не рады, что с вами связались. Правый солдат удачи в лучших традициях серии в одиночку укладывает штабелями, едва успевающих пребывать врагов. Они еще умудряются подрываться на бомбах, которые падают откуда-то сверху. Ведь мы имеем место дружественная бомбардировка с самолетом. Вы не поверите! Фирменную технологию с отрывающимися частями тела сначала хотели вырезать. Но в релизе все в порядке. Потерявший руку противник проходит еще несколько шагов по инерции, уже не стреляя в ответ. Затем реалистично, соблюдая все законы физики, падает на землю, взаимодействуя с окружающими объектами. А герой, который уже поменял стандартное оружие на АК-47, к которому легче найти патроны, продолжает прорываться к следующему заданию. Технически игра несовершенна, но для своего уровня выглядит вполне достойно. Противники плавно двигаются, солнце изредка слепит глаза красотой, HDR-освещение. Интересная находка. Когда герой перезаряжает оружие, его взгляд фокусируется на стволе. В это время все происходящее на фоне размывается. А вот контрольные точки с сохранениями расставлены очень неудачно. Ни раз и ни два вы будете проходить по знакомым местам после фатальной встречи с очередным метким гранатометчиком. Не лучший способ продлить время игры. Вроде бы положительных черт у игры много, а итоговое впечатление далеко не самое яркое. Есть интересные скриптовые сцены, есть неожиданные повороты сюжета, но их ничтожно мало. Обидно, но игра, которая могла бы стать триумфальным возрождением известной серии, оказалась лишь посредственным развлечением на несколько вечеров. В «Бэйбэк» можно играть и получать от этого удовольствие. Из десятков однообразных боевиков про борьбу с терроризмом игра резко выделяется в лучшую сторону. Однако жаль, что серия потеряла свою масштабность и похожа навсегда. Мы не прощаемся с «Солдатом удачи», но надежды на крепкие взрывные боевики, кажется, больше нет. Простенький боевик на несколько вечеров. Учитывая, что перед нами серия «Солдер оф Фортюн» крайне печальна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова